Итак, кошки в школу, мыши в пляс. Доброе утро, друзья! Прямиком к делу. Нужно посадить три растения. Мастер-пис, мастер-пис и мастер-пис. Подобрала я горшочки обычные, ничего из себя не представляющие. Корешочки я опрыскала вчера, потом еще и еще, и сегодня два раза уже успела опрыскать, чтобы они были эластичные, напитанные и минимальные повреждения при посадке были у нас. Так, собственно, быстренько, без дренажа, кору, чтобы кора могла снизу, из-под дончика, поднимать влагу для другой коры. Это материнское растение, которое сейчас у меня в руках. Так, я хотела еще заглубить вот эти корни. Да, буду ломать. Если корни будут ломаться, извиняйте корни. Извиняй, мастер-пис, но буду вводить в посадку. Наверное, с них и надо было начать. Не с тех корней, которые уже были в грунте, они спокойно размещаются. А вот те, которые были на воздухе, они привередничают. Так, вверх торчат. Вот этим вот плохо. Не в стороны, а именно вверх. Так, осторожно. Вроде ничего не трескается. Сгибаются в местах, где они были когда-то уже надломлены, видимо, в процессе роста эксплуатации. Так, ну на бок пошла орхидея. Я думаю, ничего страшного. Продолжаю закидывать корой. Это все дело. Немножко мха буду использовать в середину или наверх посадки. Сейчас посмотрим. Вот мох у меня есть. Я его по краю горшка проложу, чтобы к шейке он не прикасался. Но прикасался к корням желательно. Можно вообще без мха обойтись. Как показывает практика, орхидеи хорошо растут и без него. Так, и вот с этой стороны черные корни, старые, страшные. Немножечко их замотаю мхом. Вот здесь, вот тут вот, замотанные, намотанные. Ну и кора. Кора у меня не показала. Ой, вот она, такой средней и мелкой фракции. Лесная, не галтованная, порезанная секатором. В домашних условиях порезанная. А кору-то саму я покупала. Покупала, не помню, на Валдберис, наверное. Ну и засыпаем, засыпаем. Тут никаких комментариев, в принципе, не нужно, да? Хотя могут и вопросы возникнуть. Что еще? Поливаю, поливаю я проливом и оставлением водички на уровне примерно одного-двух сантиметра, в зависимости от того, насколько орхидейка любит попить. Насколько она большая, насколько у нее много листьев, корней. Ну, вы меня поняли. Вот. Никакие удобрения я не сливаю. Растворы для обработки, если это какие-то пестициды, тоже не сливаю. Все это остается в поддончике, потихонечку испаряется и впитывается корнями. Что-то испаряется, что-то впитывается. Так. Каринка. Сильно около шейки, по возможности, можно не утрамбовывать, а наоборот, дать возможность гулять там воздуху. Ну, собственно, вот. Вот такая красота. Много воздушных карманов. Есть куда корням расти. По-хорошему, эти посадочки было бы поливать замачиванием первые несколько раз. Но не знаю, будет ли мне до этого, будет ли у меня желание. Так, наклеечку. Если желание будет, то замочу. Если желание не будет, то пролью проливом по краю горшка, оставлением в поддончике, как обычно. Так, один ушел. Следующий. Вот эта вот самая маленькая корневая будет вот в этот стаканчик уходить. На дно положу коры и постараюсь закрутить корни. Они влажные, должны быть более ломкими. Вот насколько они будут, вернее, не более, менее ломкими. Господи. Сейчас наговорю. Так, давай, малыш. Давай, так. Старые, старые надломы вижу. Так, новых. Есть один новый вот на этом корешочке. На толстеньком, на длинном, если вам видно. Вот на этом. Но это не страшно. Так, дальше пошла кора. Опять же, я, наверное, немножко мха буду использовать. Так. Орхидейку по центру, по возможности, выставляю. И мох по краешку. Мох по краешку, между корнями. Так. Так, шейка без мха у нас. Все то же самое. Алгоритм одинаковый. Условия содержания одинаковые. Детки, возможно, поменяют свое место дислокации. В плане того, что хозяйку сменят. Потому что, ну, куда их столько, да? Одинаковых. Ну, и, собственно, все. Закрытая система готова. Так, орхидейка. Какая-то шелохнется. Сейчас я ее немножечко зафиксирую. Лучше, чтобы орхидейка стояла статично. Так она увереннее себя чувствует и лучше наращивает корешочки. Вот так выглядит, прекрасно выглядит. Очень красиво. Сегодня можно не поливать, учитывая микротравмы корней. Так, ты что, шатаешься еще у меня? Так, еще сейчас Каринку. Ну, сломалась. Я тебя для подпорки взяла, а ты взяла и сломалась. Что за человек такой? Я думаю, что так вполне себе прилично. Да что ж ты шатаешься по ее проценте? Где тебе еще подпорочку поставить? О, все. Наконец-то. Все, вот такая красота. Сейчас она немножко освоится. И вообще будет красота. Главное, чтобы она еще зацвела. Но это не главное, наверное. Хотя, наверное, главное. Но это рассуждать можно долго. А у нас еще одна орхидея требует посадки. Такая вот деть, которая уже практически не деть. Так, здесь у нее нашелся сухой цветонос. Удивляюсь, неужели у меня это все цвело? Мне кажется, нет. Столько цветоносов. Так, ну все. Все. Корней много. Они опять расхлябистые, разляпистые. Сейчас буду размещать. Рукой аккуратно их свела вместе. И отправляю в горшок, слегка подкручивая. Так, треска не слышу. Опять вижу, что корешульки сгибаются вместе с ломов старых. Ну, они же воздушные. Ну, они же воздушные, да? Мы понимаем, что, конечно же, были поломаны. Так, и... Кора пошла, кора, пошла жара. Мох. Мох. Господи, не оторвать. Мох. 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 Одной рукой. Ох, сколько натрясла я тут себе на столе. В средний уровень пошел мох. Мох немножко увлажненный у меня, потому что сухой, невозможно друг от дружки его отодрать. Он длинный такой, запутанный. Ну, и влажный. Одной рукой тоже не очень хорошо поддается. Так. Тут торчит цветонос, который вниз рос, потому что орхидейка лежала. Но он не вниз рос, горизонтально. Все, в средний уровень. Мох добавлен, от шейки убран. Около шейки можно кусочки коры покрупнее располагать, чтобы была хорошая циркуляция воздуха. Чтобы у нас там никакие болячки не приседали на шейку увлажненную. Да? Мы понимаем, что это такое вот место. Очень уязвимое у орхидеи шейка. Если шейка начнет гнить, то, конечно же, могут быть большие проблемы. Так. Продолжаю кору сыпать. Орхидейка уже стоит. У нее было побольше корней. И они ее зафиксировали. Иногда приходится точечно выкладывать коринки. Но это не обязательно, потому что чем больше воздушных карманов и пазух, тем будет веселее орхидейке корням ее дышать и расти в эти воздушные пазухи. Смотрим старый слом, да? Это мокрые корни. Так. Вот здесь старый слом. Есть даже растущий корешок. Все хорошо. Ничего сегодня не поливаю. Но по поводу полива тут как бы выбирать вам по возможности. Если есть время, есть желание, вы можете замачивать какое-то время. Хотя бы, ну имеется в виду там месяц замачивать, чтобы орхидейки росли уже в разработанной корее. Можно было спокойно проливом их поливать. Ну а если времени нету, то орхидейка будет довольна, если вы проливом ей водичку дадите. Ну на этом все. Три красавицы готовы. Так вот, где мать? Мать. Вот. Цветущая мать. Спасибо большое вам за внимание. Желаю вам приятных покупок, красивого цветения и здоровых растений. До скорых встреч!